Здравствуйте, друзья и приветствую вас на обзорах микродвигателей. В этом видеоролике будет очень крутой двигатель. Как вы можете заметить, он даже отличается от всех остальных тем, что здесь установлен одна лопастной винт и это неспроста. Винт мы рассмотрим немножко дальше. Ну а сейчас пару слов о самом двигателе. Это микродвигатель CSCAM 2.5 КР авиационного исполнения. Есть еще судомодельные двигатели подобного типа. Тоже CSCAM и они у меня есть благодаря одному из подписчиков. Но мы сегодня рассматривать будем именно этот экземпляр. Давненько я хотел снять такой обзор. Обратите внимание, какое здесь гигантское входное отверстие для воздуха. Выхлоп находится сзади, выхлоп под резонансную трубу. У меня есть несколько резонансных труб. Сегодня попробуем запустить. Попробуем посмотреть, сколько он будет выдавать оборотов. Обороты он может выдавать вполне себе гигантские. До 28 тысяч. Это всего лишь даже паспортные данные. Моделисты раскачивали их гораздо больше. Постараемся хотя бы примерно приблизительную цифру выжать с него. Такие движки применялись на скоростных моделях. Класс кордовых моделей F2A. Кстати, ребята, кому интересно, можете набрать в поисковике и вы очень сильно удивитесь, насколько быстро летают модели с подобными двигателями и какой безумно прикольный звук они издают. Современные двигателя гораздо большие, естественно, обороты развивают, чем этот. Но и этот он все-таки не простой. Сейчас я вам покажу, как выглядит одна лопастной винт. Снимаем кок. И откручиваем гайку. Винт сделан из углеродного волокна. Здесь я заранее метку прилепил, чтобы можно было измерить обороты. Что мы сегодня и сделаем. Делал я его с помощью такой формы. Закладывается углеткань с эпоксидной смолой и ждем, пока застынет. Потом я еще немного поджаривал в печи, чтобы эпоксидка полимеризовалась как можно жестче и крепче. Многих из вас, возможно, заинтересует вопрос, а как же тут дела обстоят с балансировкой? Раз винт один лопастной винт, он же будет бить. Но на самом деле сбалансировка здесь полный порядок. Сейчас я вам продемонстрирую, как это все безобразие выглядит. Цепляю на балансировочное устройство и ставим на магнитный подвес. Смотрим, как у него дела с балансировкой обстоят. Вот видите, винт полностью сбалансирован. Малейший дисбаланс и он бы отклонялся бы в ту или иную сторону. Все дело в том, что на этом винте есть груз, который можно подтачивать. Он вот довольно таки массивный здесь и он перевешивает, балансирует вот этот кусок. Он может сбалансировать всю вот эту лопасть, потому что она легкая, углепластиковая, но тем не менее очень прочная. Двигатель в этот раз я разбирать не буду, потому что у меня есть уже в принципе разобранный экземпляр. Он немножко отличается и, кстати, было много видов из черной парой, из цветной парой. С цветной парой выглядит вот так, то есть латунная гинза. Поршень с шатуном выглядит вот так. Здесь есть кольца стопорные. Но этот поршень у меня покоцанный, он уже не рабочий. Да и гильза в принципе тоже не ахти какая. Сейчас посмотрим на коленвал. Коленвал имеет весьма большое проходное отверстие, чтобы можно было больше прососать топливо-воздушной смеси. Здесь есть балансировочные выемки, но в принципе все как везде. Довольно-таки мощный мотыль. Ну и входное отверстие, как я уже говорил, очень-таки довольно-таки большое. По сравнению с другими двигателями. Самая главная особенность, самое большое отличие в сравнении с другими движками, это свеча. Обратите внимание, какая здесь стоит свеча. Здесь свеча выполнена заодно с головкой. Тогда как обычные двигатели имеют свечу, которая туда вкручивается, можно ее менять. Здесь же нужно менять головку целиком. Она имеет определенную форму, все для более быстрого сгорания. Также здесь оснащено коком, чтобы можно было все это поставить в обтекаемый корпус и развить гигантскую скорость. На таких двигателях, насколько я знаю, развивали около 200 километров в час на кордовых моделях. Ну а на форсированных, я думаю, развивали и поболее. Этот экземпляр довольно-таки хороший. Здесь очень хорошая компрессия, так что я думаю, очень легко он должен заводиться. Сейчас мы его поставим на стенд и стартанем. Посмотрим, какие нам удастся выжать с него обороты. Итак, друзья, приступаем к запускам. Скажу вам сразу, ранее мне не доводилось тестировать такой двигатель. Хотя я очень-очень мечтал об этом. Он у меня долго валялся, у него была убитая поршневая. И благодаря тому, что мне подписчик прислал два таких двигателя. Один был некомплектный, но там был поршень, который я переточил и вот он уже здесь стоит внутри. В общем, что мы сейчас делаем? Я подключил систему питания. Здесь у меня теперь есть вот такой вот подкачивающий. Насосик можно подкачивать из бутылки, чтобы заполнить пространство вот этой трубки. И мы попробуем запустить. Говорят, что очень трудно его запустить. Тяга, я так предполагаю, будет не особо высокая. Но мы измерим обороты. Обороты должны быть, по крайней мере, я так думаю, значительно выше, чем 20 тысяч оборотов в минуту. Я прям думаю, значительно выше они будут. В общем, есть, как видите, здесь резонансная труба. Это не может не радовать. И есть средство измерения. Буду обороты измерять вот этим вот тахометром. Если что, попробуем вторую резонансную трубу поставить, попробовать с ней, если все будет нормально. Ну и измерим температуру. В общем, стартуем, пробуем, как оно пойдет. Если честно, очень-очень интересно. Двигатель должен быть очень жесткий. Запускать буду вручную, как обычно. Сонарый set! Переходите! Причем — наслаждение! Что такое! Сонарый! Ш Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как-то маловато. Попробую я, наверное, поставить другую резонансную трубу. Вот эту. И мы попробуем еще раз. Вообще эти движки должны выходить в резонанс уже в полете. То есть когда самолет наберет скорость, разгрузится винт. Но в нашем случае мы не можем себе этого позволить. Пока стартаем вот так. Винт будет тот же самый, все то же самое. Пробуем. Все-таки как он легко запустился. Я даже не ожидал, что так будет, если честно. Может еще... Все, трубу я поменял. Все, стартуем. Пробуем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Примерно 25000 оборотов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончилось. Закончилось топливо. Вот и все, друзья. Вот это жесть! Нет, вы видели, вы видели, это просто чума какая-то. Вот это движок. Все-таки порадовал меня этот двигатель. Да еще и с резонансными трубами поработал. Это просто фантастика, друзья. 25 тысяч оборотов практически удалось развить. Это просто жесть какая-то. А слышали бы вы этот звук? Кстати, я не запустил без резонансной трубы. Если будет желание, возможно когда-нибудь я и это проверну. Хотя на камеру того звука будет не слышно. Без резонансной трубы он звучит гораздо громче. Аж уши болят. У меня советские двигатели уже заканчиваются. И скоро я начну тестировать импортные. Осталось 2-3 советских мотора по сути. Будем тестировать импортные двигатели. Посмотрим, что они из себя представляют. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok